18 марта Владимира Путина избрали на очередной президентский срок. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у президента уже есть «понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию России». Каким же путем пойдет Россия в ближайшие шесть лет? И есть ли перспективы изменения социально-экономического курса? Мнение экспертов изучил Георгий Крысенко. В новый президентский срок Россия войдет со старыми проблемами. Все нарастающими санкциями, углублением экономического кризиса, нехваткой средств на социальную поддержку населения. По словам экспертов, власти не останется ничего другого, как пойти на непопулярные меры, среди которых рост налогов, тарифов и сборов, повышение пенсионного возраста. Идут нас, к сожалению, довольно трудные времена. Даже послание президента явно говорило о том, что из тех экономических предложений, которые в нем прозвучали, на всю длину торчат уши Кудрина. Да, советника президента по стратегическим вопросам. А это все либеральные рецепты, которые приведут и к продолжению приватизации, и к увеличению налоговой нагрузки на население, и к послаблениям для бизнеса. То есть явно классовый подход прослеживался в послании. Мне кажется, профессионально сработала власть на этих выборах, что она и у президента создала иллюзии полного доверия тому курсу, которому он идет. Вот уже два дня подряд у нас соловьины трели на всех центральных каналах о том, что самое главное – это стабилизация. Что такое стабилизация? Ставить все как есть. О своих впечатляющих планах Владимир Путин говорил еще в своем послании федеральному собранию. Многие экономисты и политологи отметили, что выступление президента было во многом ничем иным, как предвыборными обещаниями. Прогнозы на следующие шесть лет еще более тяжелые. Значит, власть прекрасно представляет себе, что никакой поддержки от общества она не получила на самом деле. Что она будет делать в этой ситуации? В ближайшие шесть лет будет массированная сдача национальных интересов. В чем она будет заключаться? В заключении долгосрочных договоров на вывоз российского сырья. Никаких оснований для альтернативы национально-ориентированного курса, к сожалению, пока нет. Хотелось бы, чтобы я ошибался. До тех пор, пока у нас экономика принадлежит капиталу крупному, будет плохо, потому что у капитала нет ни родины, ни совести. Так получилось. И до тех пор, пока он определяет условия и направления нашей жизни, будет только хуже. Капиталу интересы населения в последнем приоритете. В российском обществе сегодня, как никогда, высок запрос на перемены, обновления и левый поворот. Поворот к справедливости. Власти это прекрасно понимают. Поэтому одной из главных задач этой выборной кампании было максимальное ослабление позиций КПРФ. Единственные силы, которые сегодня могут противостоять либеральному антинародному курсу. Я думаю, задача стояла в том, чтобы маргинализировать, уничтожить, опозорить, превратить вообще в мизер эту партию. В этом, собственно, и была вся задача на этих выборах. Это не удалось. И более того, я так думаю, что и в нашей стране, как и во всем мире, происходит мощное возрождение левой идеи. Левые настроения сейчас на подъеме. Это наглядно продемонстрировали многочисленные поездки народного кандидата от КПРФ и национально-патриотических сил по всем регионам страны. Поддержка Павла Грудинина оказалась очень большой, что, несмотря на жесткое противодействие в ходе всей кампании, привело к достойному результату на выборах. Никогда еще не удавалось так сильно оттеснить конкурента. ЛДПР Жириновский набрал на этот раз вдвое меньше голосов, чем наш единый кандидат. А все в совокупности прочие силы, все подставные национал-патриоты и коммунисты, подставные, включая всех подзападных либералов, набрали в сумме голосов меньше, чем наш единый кандидат от левых национально-третьих сил. По сути дела, зачищено политическое поле под одну политическую партию, но ничего не могут поделать они с тем, что у нас страна всегда шла и симпатизировала левым идеям. Поэтому никогда не избавиться от нас, коммунистов. И меня в этом смысле вызывает оптимизм тот факт, что накануне выборов все левые смогли объединиться. Чтобы добиться перемен к лучшему и сменить либеральный курс, путь только один – укреплять широкий блок всех национально-патриотических и левых сил под эгидой КПРФ и продолжать активную борьбу. Георгий Крысенко, Сергей Каверин, Красная линия.